Мой сын выпил электролит и мы приехали в больницу с ангрейсом. Кислота прожигла его желудок и нам необходима была операция. Сегодня мы можем уже кушать протертые. Нам делать большую операцию. Сегодня девятые сутки после операции. Туалет ходит хорошо, кушает. Аппетит хороший. В начале, после ожога, он не мог есть, потому что желудок был поражен кислотой. Лежал в реанимации и получал питание через вену. В реанимации нас лечили Иннокентий Петров и добрую медсестру. Иннокентий Петров молодой специалист. В отделении хирургии нас оперировал Анатолий Юрьевич Тарасов. Лечение в палате делал Константин Константинович Бажидонов. К нам было очень хорошее отношение. Добрые медсестры, медперсонал. Я считаю, что работа коллектива зависит от руководства. Если все будет хорошо, нас выпишут на следующей неделе. Доброе утро, Анатолий Юрьевич. Скажите, пожалуйста, про ваше отделение. Хирургическое отделение педиатрического центра непосредственно вот в этом здании было организовано. В 1999 году мы сюда переехали. Сначала оно называлось только абдоминальное отделение, потом отделение общей хирургии. Сейчас данное отделение функционирует на 20 коек. Мы берем детей со всей республики, занимаемся практически всей патологией хирургии детского возраста, также включая пороки развития у новорожденных. То есть вся хирургическая плановая, некоторая экстренная, находится в стенах нашего отделения. В последнее время особенно увеличились врожденные пороки развития легких органов желудочно-кишечного тракта у новорожденных. Все они оперируются у нас здесь и выхаживаются также в условиях отделения. У нас открыты 5 неонатологических коек, функционируют в 2013 года. Раньше мы этих детей переводили в перинатальный центр для выхаживания, сейчас они выхаживаются на наших коеках. А высокотехнологичная помощь оказывается? Да, у нас оказывается высокотехнологическая помощь. Это практически все операции у новорожденных, они относятся к высокотехнологической помощи. Операции на пищеводе, операции на кишечнике, операции на легких, операции на желчных протоках, на промежности, на прямой кишке. Самый интересный случай, можете рассказать? Ну вот один из интересных, у нас как мы больные всегда все интересные, необычные, потому что мы занимаемся не сугубо каким-то узким направлением. У нас и онкологические больные попадаются, и с травмами, и с пороками развития, хроническими заболеваниями. Все случаи индивидуальные, они очень интересные. На данный момент один из очень интересных больных, это пациент с ожогом химическим, пищевода и желудка, ребенок выбил электроид от аккумулятора, и у него наступила непроходимость именно привратника желудка. Раньше мы сталкивались в основном с непроходимостью пищевода, а вот у этого пациента очень достаточно редкое осложнение ожога, это стеноз именно привратника, то есть нижнего отдела перехода желудка к кишечнику. Он сформировался очень рано, этот стеноз, через 2 недели после ожога. Ребенок находился на лечении в отделении гастронетерологии, там получал соответствующую терапию, но несмотря на это, прогрессирование ожога, вот этих деструктивных рукцовых изменений способствовало раннему развитию вот этого стеноза выхода. При начале кормления у ребенка появились рвоты, и после откидывания данное осложнение было диагностировано, ребенок был переведен к нам, и после необходимой предоперационной подготовки в условиях реанимации ребенку была оказана помощь в виде наложения анастомоза, гастроэнтераностомоза. Ребенок перенесся в операцию удовлетворительно, даже, можно сказать, хорошо, очень быстро активизировался. На третьи сутки мы уже начали энтеральную нагрузку, сейчас ребенок находится в отделении, выздоравливает, готовится к выписке. Спасибо большое. И вот по бедности, редкий случай у вас инвагинации кишечника имеется, да? Ну, инвагинация кишечника, в принципе, это достаточно частая патология у детей до года, где-то 80% случаев всех инвагинаций не происходит именно в этом возрасте, из-за погрешностей в диете. Вот у нас ребенок один сейчас находится на лечении, уже готовится к выписке, ему все месяцы родители дали куриный окорочок в виде пищи, после этого на фоне чего у него возникла непроходимость кишечника в виде инвагинации, когда один участок кишки внедрится в другой, и пришлось ребенка оперировать. То есть это спазм, да? В ответ на пищу, что ли? Да, это спазм, кишечник ребенка не готов к такой пищевой нагрузке, и происходит спазм дискоординации перистатики, какие-то отделы начинают перистатировать больше, и происходит внедрение. И как проявляется эта болезнь? Эта болезнь проявляется беспокойством, рвотой, сдутием живота, и через несколько, некоторое время после начала заболевания появляется кровь в стуле, типа малинового жилия. И оперативное лечение должно быть срочно проведено? Да, оперативное лечение проводится, да, эти дети, как правило, быстренько госпитализируются в целом отделении. В первые сутки полутора даже, если они быстро поступают к нам, они не затягиваются, это где-то, как часто бывает в районах, если они поступают быстро, в течение даже двух суток, мы иногда делаем дезинвагенацию неоперативно, раздуваем воздухом. А если ребенок поступает уже с запущенной реформой, перитонитом, и имеется неэффективность консервативной дезинвагенации, такие дети оперируются. А что бы Вы хотели порекомендовать родителям, чтобы такого не происходило? Родителям хочу порекомендовать только одно, чтобы прислушивались к своим педиатрам. Они плохого не посоветуют, всегда ребенок должен скармливаться по возрасту, и предпочитается, конечно, мы советуем всеми, все об этом говорят, что именно грудное молоко, по возрасту водить, до корма, при корме, пищу, свойственную к употреблению взрослым, детям до года лучше не давать, потому что все это может плотенно закончиться. В начале больной поступает в приемное отделение, если состояние ребенка тяжелое, его принимают в отделение реанимации. Мы дежурим по трое, быстро спускаемся в приемный покой и поднимаем наверх в реанимацию. Если предстоит операция, мы проводим предоперационную подготовку, забор анализов и по сигналу хирургов идем на операцию. После операции, зависит от тяжести операции и состояния больного, мы поднимаем ребенка, если он тяжелый, сложная операция была, поднимаем реанимацию и проводим наблюдение лечения. Коллектив у нас омораживается, большинство молодые специалисты. Я работаю один год. Педиатрия, конечно же, сложнее, чем у взрослых. Мы с первого курса учились лечить детей и ориентируемся по клинике, но хорошая работа зависит от слаженной работы всего коллектива. Работаем вместе с хирургами, мы ставим детей на ноги. Я выбрал реанимацию сразу после поступления. Я педиатрию, я решил, что стану реаниматологом. Я не боюсь детей. Реанимации. Я не боюсь, что это специально реанимационное. Да, ты понимаешь, у меня же институты, когда на устуги, когда я покидал вам, то это гораздо изначально педиатрия, и ревнем, да? По ходу дела реанимация, там, там, там. А вот это, как я? А это, ну, да, уходи. Спасительная операция по поводу инвагинации кишечника у малолетнего ребенка, а также высоко технологичной операции по восстановлению оборуженного кислотой желудка участвовали молодые специалисты. Что вы можете рассказать о своих кадрах? Вообще в педиатрическом центре трудится очень много молодых специалистов, врачей, которые постоянно проходят совершенствование в ведущих клиниках нашей страны и самостоятельно уже проводят оперативные вмешательства повышенной сложности с применением малоинвазивных технологий. И вот в описанных случаях участвовали наши молодые специалисты, такие как детский хирург Константин Бажидонов, анестезиологи и реаниматологи Олег Артемьев, Иннокентий Петров. И руководство медицинского центра делает очень большую ставку именно на молодых специалистов, которые являются будущим нашего здания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова